Шалом, прием, дамы и господа, с вами Алексей Бегун, и сегодня я связываюсь с Дальним Востоком. Прямо передо мной сидит интереснейшая личность, я признаюсь, я так как сам Дальний Восточник. В свое время эту группу я слушал много и захлеб. Лидер группы Волкалак Григорий Кирюхин. Григорий, привет! Здравия всем, привет, Алексей. Рад выйти на связь. Очень долго не общались вот так вот, поэтому есть возможность прекрасно поговорить и с тобой, и с народом. Как дела на Дальнем Востоке? Ну, на Дальнем Востоке дела как-то холодно у нас. Нормально все, погодка наша обычная, стандартная, пока январь, морозы. В музыкальном движении пока провал, потому что, ну, в связи с всем понятными причинами, вот, поэтому как-то так. Ну, и мы решили немножко так к весне заняться больше таким внутренним творчеством, поэтому больше порепетировать дома, над материалом поработать, немножко дать такой передышек небольшенький. То есть, пока зима, музыкальная сфера замороженная? Да, да, именно. Я не знаю, как в Хабаровске, конечно, в Владивостоке, там, может быть, что-то и будет. Но у нас в Владивостоке мы пока решили немножко до весны дать такой перерывчик отдохнуть, а с весны уже рвануть дальше, так скажем, нормально, чтобы было. Как ты думаешь, дальневосточная музыка от музыки западной отличается? Если отличается, то чем? Ну, я думаю, она на данный момент времени сильно не отличается. То есть, скажем, если на конец 90-х, начало 2000-х, конечно, отличались в плане, вот, региональном плане, конечно, музыка отличалась. И Дальний Восток отличался даже в метал-движении все равно, то есть, ну, там, трэш, дэд-команды. Уж я не говорю про блэк-метал, который только зарождался тогда еще здесь. Он очень сильно отличался, как бы, от западной России. Ну, и в целом, да, даже в рок-музыке, в таких рок-н-ролл командах это было, ну, видно. Сейчас как-то эти грани более-менее сравнялись. Почему? Ну, видимо, потому что очень много направлений перемешалось, такая гибридизация направлений идет. С одной стороны, это очень хорошо. Есть что послушать, как говорится, нового, интересного, такого, новаторского. А с другой стороны, как бы, плохо, потому что, да, вот это вот своеобразие, свойственное именно каким-то регионам, оно, конечно, уходит. Ну, может быть, это временное явление, может быть. Поэтому сейчас нет такой сильной разницы. А на Дальнем Востоке групп с таким спагом, с фолковым акцентом много? На самом деле, вообще, практически не осталось. Ну, если брать фольковые, да, направления, в Владивостоке есть пару-троечку команд. Ну, такие, они тоже на уровне андеграунда, ребята без гонора, как бы, играют, играют. Пэган-движение вообще, я могу сказать про Благовещенск конкретно, да, и про Хабаровск. Ну, вообще, практически нету сейчас таких направлений, которые играют там именно пэган-метал какой-то. То есть сейчас больше преобладает хардкор, хейткор таких направлений, нью-метал каких-то вот таких вот команд. Там очень хорошо играющих, причем, но я уже не говорю про black-метал, которого просто не стало практически. Если он был еще какие-то там 10 лет назад, black-метал был по Дальнему Востоку и очень хороший. Сейчас его нету просто. То есть он где-то есть, но в таком андеграунде, что ребята вообще не выступают. Может, какие-то релизы там где-то выкидывают. И все. Поэтому, ну, вот ситуация такая вот сейчас на Дальнем Востоке. Ну, я могу сказать только конкретно за Благовещенск, ну, и Хабаровск, да, в частности. Ну, там по северам у нас там товарищи есть из Якутска, из Нерингри, с Якутии. Ребята тоже играют неплохо, там, и постпанк такие направления интересные, мешанные. И, ну, опять же, нью-метал, хардкор, вот, с ней с Нерингри и команда. То есть, ну, музыки очень много, но какая-то она вся гибридная, я бы так назвал, стала. А по-твоему, паган и фолк-музыка, у нее есть ли вообще будущее? Или, как мне иногда кажется, это не прямое мое убеждение, но я иногда пересекаюсь с такой мыслью, что, может быть, просто мода на все вот языческое, на всю эту историю прошла. Да, Алеш, я, пожалуй, с тобой соглашусь. Она действительно пройдет, то есть останутся те, кому это действительно по сердцу. И обрати внимание, через паган, музыкальное движение, да, народ больше пришел именно к настоящим, к этническим, вот, именно, звучаниям. То есть, очень много сейчас, что радует, появляется этнических таких коллективов. Да, вот наши друзья, Нитланд, например, проект «Лед», ребята, прекрасно, да, вот. Ну, и много-много таких вот, ну, ребят, которые играют вот это на музыку. Меня это очень прям, очень радует на самом деле. Ну, и среди металла, как бы, остались достойные представители паган-движения, которые старые, старые труженики, да, которые в этом направлении как работали, так и работают. И среди молодежи есть, да, у нас, там, наши друзья, там, Гельдрун, хорошо стараются, ребята, когда не скажут, что это прям какое-то там паган-направление, но это такой современный русский металл, я бы так сказал. Поэтому все будет, наверное, таким образом, что останутся только преданные паган-движения, остальное все-таки оно растворится. Да, это была мода определенная, как в свое время во Флориде, не то, что во Флориде, а в США, это была мода на дед-дед метал, да, то есть, когда волна в 90-х, дедника, потом он раз-раз-раз, и остались те, кто действительно остались. Это естественный процесс, поэтому, да, я с тобой соглашусь, уходит паган, уходит. Гриш, скажи, пожалуйста, а на тебя лично, какие музыканты и какие музыкальные направления повлияли как на становление тебя именно как музыканта? Ну, конечно, я начинал, как, наверное, и всеми, металюги, с хэви-металла, да, но я когда хэви-металл миновал, вот он мне не зашел сразу, то есть я сразу влетел в трешняк, то есть сразу металлика, слэйр, вот. Из хэви я до сих пор очень люблю Акцепт и, конечно, Уда, великого Дрэкшнайдера, да, это, ну, по сей день восхищаюсь этим человеком и музыкантом, вот. Потом как-то с трешака я сразу скатанул в дед, и в дед, и все, я залип на Чака Шульдинера, и вот мое музыкальное пристрастие до сих пор, это Чак, это вот дед-металл именно такого характера, очень мелодичный, я сейчас слушаю Артенем, я очень люблю тоже эту группу. И одновременно я блэк-метал начал слушать с Греции, то есть с Ротенхрайста, с Кататонии, не с Норвегии, как многие, я потом начал уже слушать Бурзум, Дорк Троум, ну и Север сыграл свое, то есть вот это вот сплит, наверное, дед-металла, и блэка такого вот, греческо-норвежского, вот сыграл вот такую роль, поэтому вот первые творения Волкалак, да, там, как темный Брест Тешуи, на него, наверное, повлияли, да, такие вот даже группы, как Ротенхрайст, ну я очень люблю тоже до сих пор эту группу, поэтому, ну, вот что-то вот такое, да. И я рос, да, именно вот начиная вот, ну там, с середины девяностых, да, я вот именно на музыке именно такой холодной, тяжелой, но очень мелодичной, которая, в принципе, и привела меня, ну, к такой, к родной музыке, что захотелось именно распеванности, мелодичности более такого. Вот такие у меня. Ну, а без по-блэк-металу брать, что-то, ну, это классика, я слушаю по сей день, то есть классику норвежского блэк-металла, там, Satiricon, Immortal, Northrone, это моя стихия, я купаюсь в блэк-металле, и сейчас скажу, что есть среди американских групп, кстати, блэк-металлических, хорошие есть блэк, удивительно, но этот стиль до сих пор живет, и он ходит и туда, и туда, он видоизменяется, прям, ну, это радует. И я тоже хочу поиграть его, время найдем. Конечно. Я смотрел с тобой несколько интервью, и я так до сих пор для себя и не смог понять по поводу состава группы, он менялся или не менялся? Да, состав у нас меняется постоянно. А, не меняется? Основной костяк это я и Михаил Былин, то есть это создатели Локолака, и мы по сей день, как бы, ну, можно сказать, две составляющие. Моя это больше идеологическая такая, Мишина больше аранжировки, то есть видение такое больше фольклорное, он такой фольклорист больше у нас. Остальные у нас уходят и ходят, ну, это связано, наверное, с Дальним Востоком все-таки. У нас очень мало, мало музыкантов именно, которые хотели бы играть именно такую музыку. То есть много металлистов, я говорю, опять же, таких разношерстных, да, а вот приглашаешь каких-то, ну, гитаристов, мы одного парня попросили поиграть, он вроде влился поначалу, но ему неинтересно, то есть он вот любит играть такой, ну, сложный очень металл такой, то есть ему как-то фолькл, ну, не то пальто. Именно связано, тем более с такими аутентичными инструментами, да, мы 20 лет мечтали, да, у нас появился гудок, и вот он сейчас у нас появился, но и то на это решился наш старый барабанщик, вот в темном блеске чешуи, вот Роман Костенко, он был барабанщиком, мы начинали с ним, потом у него был свой проект «Темная половина», они дэдметал играли. Спустя столько времени Рома вернулся к нам уже в состав, играющий на гудке. Ну, вот нашли, да, поэтому все-таки, да, это Дальний Восток. Если бы мы жили в западной части России, конечно, состав, может быть, и не менялся вот таким образом, ну, а у нас получается вот так вот. Здесь, мне кажется, другая проблема, здесь каждый музыкант играет одновременно в нескольких командах. Ну, да, 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 да. Тут я тоже с тобой соглашусь. Какие скрепы, выражаясь современным языком, кроме музыки, среди музыкантов группы «Волкалак»? Что вас еще объединяет? Ну, началось все, началось все понятно, что с родного языческого, да, то есть тяга ко всему такому, даже больше с родовой памяти, наверное, скажем так, что вот это вот, вот это тяготение и любовь к реконструкции, то есть к старого, вот именно к старым всяким вещам, относящиеся именно к Древней Руси. На этом, как бы, мы и начали сходиться. Ну, наверное, большинство пэган-команд также на интересах, то есть мы сошли, да, на интересах. Долгое время нас скрепляли, конечно, троллевые игры, потому что, ну, начинали мы с ролевок, и до сих пор сейчас вспоминаем, как это было весело 20 лет назад там с деревянными палками по лесам гонять. Это было замечательно. Сейчас такого нет, и я бы с удовольствием в этом съездил, в тот же Екатеринбург на какие-нибудь хоббитские игры еще. Это классно. Потом, да, перешли в реконструкцию, опять же, из-за любви к старине, к истории. Долгое время все вместе мы занимались реконструкцией. Постепенно как-то стали расходиться, то есть я подустал от реконструкции, мне она не сильно интересна стала. Я ушел, ну, вот в экстремальный туризм, это больше мое. Миша так и остался в реконструкции, то есть они, вот их клуб Ясень, они вот достигли, ну, очень высоких успехов, да, они вот и ездят по фестивалям, и на Запад они ездят. Они вот в Липецк ездили в этом году, по-моему, и в прошлый год ездили. То есть достойное место занимаются, и реконструкторов. Вот это нас скрепляет. Ну, а сейчас в первую очередь, наверное, волколог пришел к тому моменту, когда нас стало скреплять именно факт того, что, ну, как я уже говорил, такую фразу, ну, кто, если не мы? Ну, то есть мы понимаем, что в свое время мы создали что-то такое своеобразное, особенное, и нужное, самое интересное, что нужное, да, что есть пласт людей, которым нравится наша музыка, которые хотели бы, чтобы мы дальше продолжали. И вот это скрепляет, вот это вот, мы не стремились никогда там к большим площадкам, к какой-то там сплаве, но оно приятно, когда есть твой пласт, да, есть твой слушатель, есть для кого стараться, для кого играть. Вот это стало скреплять, все повыросли, дети большие, взрослые у всех, поэтому, а мы уже, мы так играем, уже дети на концертах приходят, уже такие, уже пацаны такие, нормально. Вот это, вот это стало скреплять сейчас. Это уже как семья такая стала, семья, которая занимается одним таким серьезным музыкальным общим делом. Гриш, а вот ты сказал, что от ролевизма ты ушел там в такой дикий экстрим, туризм, как это правильно называется, а что послужило катализатором ухода? Ну, как раз-таки, когда я еще занимался реконструкцией, ну, я ездил по нашим фестивалям, там, Хабаровский Меч Восток, мы здесь проводили различные фестивали, на такие, на крупномасштабные, на Запад не выпадал, к сожалению, хотелось, конечно. И тогда и случилось, что вот в одиннадцатом году, да, я пошел первый раз на очень экстремальный сплав, это вот первый ледяной поход. Ну, я до этого, да, занимался плотно рыбалкой, спортивным спиннингом, в молодости еще более занимался охотой, потом стало жалко зверей, перестал этим заниматься, давно с этим не занимаюсь. Вот, и тут я почувствовал совсем другую энергетику. То есть то, чего есть в реконструкции, в боевой реконструкции, да, это адреналинчик, это, ну, я налупился вдоволь. То есть там мяч Востока, более позднее Средневековье, то есть там бои были жесткие, очень жесткие переломы были. А здесь настолько все максимально, что ты понимаешь, что вот эта вот энергетика братства, когда ты находишься в тайге, да, и никто тебя не спасет, кроме твоего товарища. И когда ты оттуда выходишь, вот это ощущение, да, как у меня в песне «Ледяной поход», и выйдя на берег, мы все осознали, что вот и закончился бой, что это был действительно бой. Когда ты две недели преодолеваешь вот эти вот, ну, тяжелейшие препятствия, и один бы ты пропал, а командой ты идешь, и вот когда ты выходишь на берег и понимаешь, что бой закончен, это ощущение божественное просто. Это дух вот этого того, и ты сразу улетаешь в миры там, во времена Святославы, когда дружина возвращается с похода, вот это вот чувство, да, плеча братства. Вот и я все, и я влюбился в эти дела. Сейчас дошел до одиночных сплавов, то есть уже в этом году я был в одиночном сплаве все семь дней. По стоячей воде, там, по водохранилищу, но тем не менее, буду пробовать уже и на реке. Ну, конечно, на экстремальные реки я вряд ли пойду, я не безумец. Я люблю экстрим, но не безумие, да. То есть есть реки, куда мы уходим, где нет ни связи, ничего. Элементарно ты упадешь, сломаешь ногу, и ты погибнешь. Поэтому тут, конечно, лучше не рисковать. И вот с того момента, да, и как-то мне ролевые игры, реконструкция, она осталась как-то в нами. То есть это хорошее впечатление, это тот этап, который нужно было пройти. Вот я тот этап прошел и пришел теперь вот в новый этап, да, мне стало более важно, не просто интересно, а именно важно вот это действие теперь. Потому что есть дальше, к чему мне идти. Да, вот сейчас к одиночным сплавам перешел, да, буду как-то еще дальше в тайгу уходить. Ну, то есть есть поле деятельности такое. Но опять же, любовь к природе. Я очень люблю природу. Меня города напрягают, поэтому мне там очень комфортно. Расскажи немножечко о гастрольной жизни. Самая дальняя сцена, куда ступала нога группы Волкалак. Это смешно, гастрольная жизнь у нас это вообще. Гастрольная жизнь, до слова ее нет. Короче, дальше Кабаровска мы не ступали. А почему? Ну, потому что нет приглашух. Как таковых. Мы никогда не видели смысл, скажем так, тратить бешеные деньги для того, чтобы куда-то съездить. Ну, такие более, скажем, прагматики в этом плане. Приглашений таких явных нет, чтобы хотя бы там в ноль съездить, отбиться. Они как бы идут приглашения, идут. Западные части России постоянно приходят. Но, скажем так, съехать с Благовещенска в Мурманск, чтобы сдать один концерт, это, по-моему, нелепо. Да, поэтому мы сейчас к этому стремимся. Это другой стрим. Да, мы пытаемся сейчас подойти к тому, чтобы все-таки небольшой такой турчик сделать. Пусть по нескольким городам, но прокатиться. А до этого просто... Белогорск, Белогорск, Завитинск на местном уровне. Ну, вот так вот. И даже до Владивостока с Волкалаком мы ни разу не добирались. Ну, может быть, весной доберемся. Очень самое интересное. Хотя есть товарищи, общаемся. Почему? Владивосток же относительно рядом. Да, да. Вот самое, что интересно. До сих пор мы... Я, когда в театре работал с гастролями театральными, там был. А вот с Волкалаком как-то не пошло. Вот, собственно, и все гастроли. То есть там 4-5-6 концертов в городе Благовещенске. Там несколько концертов. Где-то там по области. Ну, в Хабаровский край. Хабаровск родной город. У меня там очень много друзей. У меня и у нас. Поэтому почему туда мотаем? Сейчас летом опять пойдем. Ну, и Владик тоже самое. Надеемся, что в Владивосток все-таки весной тоже доберемся. Ну, и с весны, вот если пройдем Хабаровск в Владивосток, может быть, дальше куда-то двинемся там. Больших городов-то много рядышком. Чита у нас, Иркутск. Ну, поэтому... Начало, начало только такое начинаем. Мы долго сидели. А ты можешь в двух словах рассказать о том, что ты только что сказал, ты в театре играл. Или в театр мы ездили. Ты актер театра или кто? Да, я был профессиональным. Бывших актеров не бывает. У меня образование театральное. Я закончил училище. Училище культуры Благовещенская. Именно по факультету театрал. Я режиссер. Вот, отработал год в стенде, в драматическом театре молодежном. Потом вернулся в Благовещенск. Я любил именно театр кукол. Я кукловод профессионально. Ну, несмотря на то, что я драматический артист, но я очень любил кукол. И да, я достиг определенных успехов в театре куклов был ведущим. Ну, то есть в репертуаре в большем части я играл в спектаклях. Но, к сожалению, сфера, цеховая сфера театра, она выталкивает таких людей, как я, свободолюбивых, где честь превышает. Там, наоборот, я бы сказал. Там вот эти внутренние интриги театральные, непонятно зачем. То есть такой провинциальный театр, да, скубутся, внутри всегда улыбается, а внутри это раз. Второе, это опять же вертикаль власти внутри театра. То есть если ты не лизоблюд, тебе там делать нечего. А я, правда, руб, и поэтому, поэтому когда долго ее рубишь, устаешь. Ну, и просто пришлось уйти в свое время. Поначалу, да, тасковал, потом... Ну, у меня есть волкалак, у меня есть музыка. То есть поэтому скучать никогда не приходилось. Я переключился тут же на волкалак и пошел дальше. А так как я мужчина, да, руки, ноги есть. Нашел работу, освоил строительные профессии. Сейчас работаю на ремонтах. Вот с Мишей вместе. То есть мы с Михаилом, часть волкалака работает, именно занимаемся ремонтом. Делаем очень неплохие, даже дорогие ремонты. Ну, и на хлеб с маслом хватает. Ну, и опять же мы независимы. Больше всего в этом мне нравится, что мы независимы ни от кого. Не понравился клиент, иди в жопу собрали инструменты и уехали. То есть вот так вот. Ну, мы такого склада. Склада мышления и духа. Поэтому вот пришлось покинуть театр, да. Скажи, пожалуйста, а внутри группы, политическая система какая? Авторитарная демократия, тольторизм, может быть. Ну, у нас все авторитарно. То есть мой авторитет, по сути, по сути волкалак это я и Миша. То есть, ну, такой, вот на двоих, на нас. Но отношения в группе у нас равноценные всегда. То есть это понятие такое стайное. То есть просто в стае каждый знает, чем он занимается. То есть я вожак, я занимаюсь творчеством, я направляю в нужное русло коллектив, как, что я вижу, да, что нам нужно сейчас, что нам нужно сейчас. Остальные участники, они просто подключаются в дело, и каждый, ну, свою лепту вносит. У нас не бывает волкалаки, каких-то таких, ну, трений или что-то. У нас все четко, как полочка. Маленькая такая семья, где каждый занимается своим делом. Поэтому, ну, да, вожак я, как бы, у нас такой авторитаризм такой все-таки преобладает. Но я все-таки считаю, что это правильно. Ну, я, ну, опять же вспомню Чака Шульдинера, да, легендарного. Он тут вообще один всю жизнь был, у него составы менялись постоянно. Ну, человек был настолько гениален, видимо, ему тяжело было как-то делиться. А есть такие команды, да, как тот же Слеер, или Металлика, которые там этим составом всю жизнь проиграли. Ну, есть и такое. Все верно. У нас авторитаризм. Встать авторитаризм. А как часто проходит репетиция? Ну, понятное дело, сейчас, видимо, зима, вы сейчас вообще не собираетесь? А в среднем? Ну, в неделю раз, несколько раз в неделю. Мы, обычно у нас репетиции проходят таким образом. Когда мы разбираем материал, начинаем разбирать материал, нам хватает раза в неделю. Разбираем мы у меня дома. Я живу за городом, мы приезжаем ко мне, и весь день, то есть у нас там чайки, кофейки, печеньки, покушали, спокойно сели. В спокойной обстановочке дом на земле никто не мешает. Разбираем. Когда начинается уже такое, ну, плотное сведение, мы ездим на точку. Ну, точки мы обычно собираемся два раза в неделю. То есть мы два раза приезжаем, по три, по три, по три с половиной, по четыре часа порепетировали. Нам этого достаточно. Команда сейчас сыгралась. Ну, то, что Рома пришел в новый состав. Все, Рома уже более-менее воткнулся, понял, как, как, что. И все, нам этого хватает. Сейчас взяли такой отпуск, но не факт, что мы будем сейчас просто отдыхать. Сейчас вот эти вот новогодние все закончились праздники. Я все-таки хочу волхом заняться. Именно как проект его пустить. Не знаю, что из этого получится. Может быть, попробуем. Что у нас Рома, он прекраснейший барабанщик, очень скоростной барабанщик. Вот. И хотелось бы поиграть металл. Это вот сердце-то колышется от тяжелых звуков, и хочется, ну, темный блеск, и поднять старые песни, именно их немножко даже переделать, как-то встать какие-то другие аранжировочки. Но это в планах. Поэтому вот сейчас сидим, размышляем. Может быть, этим и займемся. Вот так. Я не хочу останавливаться долго на этой теме. Просто там задам буквально один-два вопроса. Расскажи, пожалуйста, о событиях 2012 года, когда был ДТП. Но не конкретно о них, а просто ответить на вопрос. Повлияло как-то все это, весь этот процесс, все это на твою жизнь? Да, интересно. Интересная тема. Я ее не то, что даже не стесняюсь, я не боюсь никаких вопросов, как некоторые там говорят. Я говорю всем очень просто. Ребята, в 11-м году это все было. Если бы у меня на мотоцикле стоял видеорегистратор, в тюрьме сидел бы не я. Те, кто были знакомы с материалом, дело. Город маленький, все было известно. Тебе все это прекрасно понимали. Но судьба распорядилась так. И вот как раз перейду конкретно к твоему вопросу. Это как повлияло? Да, повлияло. В корне повлияло. Очень печально, что так бывает в жизни, что я потерял друга в аварии. Как я говорил, разбиться должен был я, а я остался жив. Жизнь изменилась полностью. И изменилась в хорошую сторону. Я стал другим. Начало все трещать по швам. Семейная жизнь, которая и так не ладилась. Она окончательно развалилась с того момента. Пришло переосмысление вообще всего и вся. Потому что пришло какое-то понимание, что ты остался жив для того, чтобы сделать новый шаг не так, как это было раньше. С этого момента оно началось. И началось полностью все меняться, меняться, меняться. Были тоже какие-то и сбои, как единственное в жизни. Второй брак тоже оказался неудачным. Но это все уже с легкостью преодолевалось. То есть я приобрел в жизнь вот эту вот легкость, что надо просто идти. Что бы ни случилось, просто иди. Иди вперед, иди делай, вари, созидай, наслаждайся этой жизнью. Раз ты жив, значит, надо идти. Все. То есть у меня сейчас нет такого понятия уныния, депрессия. Хотя раньше очень часто бывало депрессивные состояния. такие. И повлияло, да, именно вот это все. То есть, да, вот, как знаешь, в одночасье эта авария перевернула всю жизнь. И я рад. Великая память Вовке, да, но как-то так, богам, наверное, так угодно. Именно, чтобы меня вернуть в строй и направить, нужно было, наверное, чтобы это произошло. Ну, вот как-то, как-то так. А на творчестве это отразилось? Само собой отразилось и на творчестве. Именно потому, что я перестал думать о том, понравится ли моя песня кому-то или нет. То есть, если раньше я сидел и думал, ну, вот раз сочиняю, да, да что-то какая-то она, нет, я сейчас вообще об этом не думаю. Я беру композицию, сейчас вот новая композиция есть, не светим пока ее, да, но очень убойнейшая. Она вот пришла, ну, почему бы нет? То есть, ну, раз она родилась, значит, она должна быть. И вот это вот осознание как раз так и пришло, что народ сам решит, хорошая композиция, значит, будет жить. Не понравится, значит, уйдет. У нас же в Алкалаке тоже есть песни, которые мы не поем вообще никогда. То есть, они как записаны и все. Не просто они плохие песни. Ну, может быть, лично мне не хочется их петь почему-то, но они есть. И вот это повлияло именно таким образом, что я стал смело смотреть на творчество. Я не сказал слушать никого, кто говорит, да вот это не пойдет, мне пофиг, пойдет, не пойдет, я делаю так, как я это чувствую, как я это вижу, я это делаю и все. А там принимайте кого есть. Ну, вот так и, наверное, и делается настоящее творчество, настоящее искусство. По-другому, наверное, невозможно. Начнешь юлить, что-то как-то подстраиваться, ну, что-то опять пойдет не так. Наверное, вот так. Давай порассуждаем об эзотерике, потому что ВКонтакте у тебя прям об этом много написано. Скажи, пожалуйста, эзотерика для тебя, что это? Для меня эзотерика это наука, в первую очередь. Понятно, что это наука об энергиях, да, но лично для меня это купа. Я пришел в эзотерику довольно поздно, да, там, 20 лет назад я взял по, скажем так, по настоянию Доброслава Великого, да, и я стал читать Елену Булаватскую. Я ни черта не понял в тайной доктрине ни одного слова. А спустя 15 лет я ее прочел, уже все понимая. То есть, это просто базис. Для меня конкретно вот тем, что я занимаюсь, не скажу, что я прям там хоть эзотерик или что-то. я просто собрал вкупу историю, то есть, магию, религию, то есть, все, 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 все. У меня начался вот два года назад начался какой-то информационный голод. Я просто не могу насытиться информацией. Я цепляю физиков, я читаю, слушаю лекции о квантовой физике. Я, вот я просто сейчас лекции, лекции, лекции. Сейчас же это прекрасно через сеть в интернете все это доступно. Я иду на работу, раз, одел наушники, чик голосовую лекцию, я иду, слушаю в Ника, я в автобус еду, слушаю в Ника. Замечательно, доступ к информации, просто бери ее. Не надо в библиотеку ходить. Вот у меня вот это вот началось, поэтому для меня эзотерика это такой некий взлет в надмире. Я начал смотреть настолько под другим углом на этот мир, даже не под другим углом, но я начал смотреть сверху, как ворон парящий, понимаешь? Причем именно ворон, потому что нет ни агрессии, ничего, есть просто такое умиротворенное спокойствие, понимая, что все, что творится, так должно быть. Что сейчас происходит, Рагнарог, вот он идет, да, во всей красе, почему? Такой чудесный Рагнарог, замечательный, ржачный такой, что, ну, уписываешься. но оно так должно быть, вот, нельзя себя давать в обиду, как говорится, и свой урод, да, нужно уметь стоять за себя, сопротивляться, сражаться, но и обижать никого не надо, ну, вот нужно просто смотреть и улыбаться, на самом деле, как говорил Экзюпери, на самом деле все не так, как кажется. Вот я так же смотрю, вот для меня, для меня это именно вот такой пласт, поэтому, поэтому я не скажу, что я прям эзотериком, да, я увлечен этим занимаюсь, да, но пришел я к этому, опять же, через шаманизм, то есть не придя к шаманизму в определенный момент жизни, меня к шаманизму привели, привела, точнее, об этом можно говорить, можно нет, кто понял, о чем я говорю, тот понял, вот именно через, через шаманизм я вышел, именно на уровень такой волховской, потому что шаман он ограничен, шаману специально высшие не дают дальше шагнуть, я это потом осознал, для чего, чтобы шаман оставался шаманом, чтобы он служил людям, вот именно, чтобы он служил людям, а я, получается, осознав, что я не лекарь, как шаман, да, я служитель для людей, но я не лекарь, у меня нет такого, но я могу направлять своей мыслью, своим словом, своим творчеством, вот этот переход произошел, да, теперь, ну, получив такую мудрость, небольшую, в свои там 43 года, уже что-то могу подсказать, направить, я пошел дальше, значит, нужно идти именно, именно вот в эту сторону, поэтому, вот, ну, ответил на твой вопрос, что я не эзотерик, и отношусь к этому, ну, просто как с точки зрения науки, изучения, что нужно изучать, постигать, постигать, нельзя останавливаться, нужно все изучать, это эволюция нашего духа. А по поводу шаманизма хочу уточнить, ты сказал, это лекарь, переведи полностью, шаман, это кто, чем он занимается? Ну, конкретно, шаман, это проводник, между миром духов, да, и миром живых, почему у нас, допустим, бурятские шаманы, все носят зеркала, да, у них здесь висят, опять же, почему закрыты либо волосы, либо здесь вот эти, потому что вызывая духа, дух проникнуть может через глаза, для чего это делается? Откуда ты знаешь, какой дух явится? Добрый или злой, они же разные, поэтому шаман себя огораживает, в этом обряде даже есть не то, что огораживание, в мире духов глаза не нужны, там сенсоры не нужны, не нужны ни уши, ничего, но это как мы во сне, да, мы спим, мы же все видим, все слышим, разговариваем, в мире духов тоже самое, поэтому шаман, закрывая глаза, как бы, бубном все это дело, на таких вибрациях забивая, он становится своим, для духов, я сам это проходил, вот когда я снимал клип от брата Доворга, там была очень интересная ситуация, именно связанная с шаманизмом и духами, я вышел на такой контакт, что страшновато стало, вот, и он становится своим, его духи принимают, и он тогда, как дух уже, то есть, с помощью духов, да, он может помогать людям, как правило, это лекарство, лекарство же может быть, не обязательно рану залечить, то можно душевную боль исправить, да, направить человека в вибрации, пустить именно какие-то волновые, хорошие, светлые, на высокий уровень, его приподнять человека, человек начнет подниматься, опять же, сам момент психосоматики присутствует в этом, да, что шаман, почему шаманы так одетик всегда, это же тоже театрализация, это часть, это должно именно выглядеть так, потому что, если выйдет дядька просто в одной рубашке, постучит по столу и скажет, «А, ты здоров», соответственно, эффект будет совершенно другой, хотя, может быть, у него какие-то данные и в нем и есть, вот, вот, вот такое, вот о шаманизме. А каким ты видишь современное эзотерическое сообщество? Если честно, никаким, потому что, ну, и что такое современные эзотерики? По большей части, это шарлатан, я не стесняюсь этого слова, либо шарлатаны, либо те, кто за счет начитались умных книжек и пытаются свое альтер-эго поднять на какой-то более высший уровень. то есть, опять же, опять же повторюсь, но это не, это не магия. Если, скажем, оккультизм, это да, это более серьезные вещи, это магические штучки. То есть эзотерика, ну что, ну, волхву она нужна для понимания мира, как мир устроен, как это работает. А зачем тебе обыкновенному, да, вопрос, ну, задать? Зачем тебе там девочки, я смотрю, так влюбленно этим занимаются? Девочки, вам зачем? Ну, ты не хочешь быть просто матерью? Хорошей матерью, там, хранить очаг, воспитывать детей, любить мужа. Выбирает вот такую. Ну, вот там, тоже, театрализация есть, поэтому сообщества никогда не будет такого. То есть будут, опять же, произойдет то же самое, о чем мы начинали, как с пэган-металлом, то есть это вот наберет такую напыщенность, а потом люди наиграются в этом. Наиграются и останутся именно те, кто действительно этим по-настоящему занимается, кто этим увлечен, может поведать об этом другим, найти каких-то там учеников, своих наставников. Вот именно так будет. Я, по крайней мере, так вижу. Наверное, это так будет. Я с тобой абсолютно согласен, учитывая, что сейчас инфо-цыган среди эзотериков или эзотериков среди инфо-цыган там уже не поймешь. Слишком много. Если когда-то, мы просто как раз тоже с человеком этот вопрос обсуждали недавно, если, допустим, в нулевых годах те, кто занимался эзотерикой, они об этом в принципе не особо как-то и говорили, то сейчас весь Инстаграм только я орет об эзотерике и различных курсах. Увы, я. Скажи, пожалуйста, а какое у тебя отношение к вегетарианству, веганству, продоедству, сыроедству, этого тоже полно и как ты к этому относишься? Я ко всем вещам отношусь с точки зрения ну не перегибать палку. У меня очень много друзей, которые не едят мясо. У меня Сашулька, питерская моя, сестреночка, она не ест мясо, но она купается в проруби, плавает, занимается спортом, ведет здоровый образ жизни, не пьет, не куриет. Ну это ее личное дело. Кто-то ест мясо, это его личное дело. Я вот так к этому отношусь. Я не люблю ни с той стороны, ни с той стороны, когда одни орут, а вы трупоеды, а другие орут, а вы там вот деревья жрете, там это же тоже они живые. Ну это опять какие-то яйцами меряется, как у нас у мужиков называется. Ну почему все это, ребят? Ну есть главное в жизни. В этом и заключается наше именно социальное общество здравомыслящих людей. Мы разные. Мы должны кайфовать от того, что мы разные, а не злиться от того, что он не такой. Ну это же прекрасно, да, я сейчас смотрю на нашу блогичинскую молодежь, даже на этих современных хипстеров, да, парней. Ну я иду, и мне хочется сказать, ребят, вы вот с такими паттами и бородами благодаря нам ходите. Потому что мы в начале 90-х вот за вот это на каждом углу поджидали. Ааа, иди сюда! и понеслась. Ну, зато у нас закалили эти гопники, да, причем с очень многими гопниками, которые сейчас переросли, мы встречаемся в городе. Здорово, здорово! Такое вот было, дурдом же творился, там, район на район. Это же, конечно, это только ролевая игра такого постсоветского периода. Такие вот были фишечки. Поэтому я думаю, что да, нужно просто стараться, стараться, я сейчас людей призываю, здравомыслящих, просто стараться относиться друг к другу, вот именно кайфовать от того, что мы разные. Мы не серенькие, мы не одинаковые, а именно, что вот каждый по-своему уникальный. Это четко. Угу. В одном из интервью ты сказал, что пишешь книгу, и информации о книге я больше не нашел. Скажи, пожалуйста, книга есть или еще до сих пор в разработке? Да, она давным-давно вышла, она в электронном варианте лежит у нас в ВК в группе Волкалак. Недавно мы сделали ее небольшеньким тиражиком. Почему небольшеньким? Потому что это сугубо тезисная такая вещь, это именно для тех, кто встает именно на духовный путь Волкалака. Именно. не музыканты там ничего, а именно на духовный путь именно Волкалака. Оборотня, Вервольфа, то есть это именно им в подсказочку. Она не книга, она такая брошюрка, очень сжатая. Ну, можно сказать, что это мой манифест такой, с чего начинается. Она есть у нас в продаже, чуть-чуть там их осталось, я не знаю, сколько там Мардирек с этим занимается. Вот. Ну, все так же в группе ВК ее можно заказать, если у кого-то есть желание. Ну, и там же можно в электронной ее версии прочесть. Ну, а кто хочет именно там просто книжку, можно ее заказать. Пока что они есть, хотя там тряжик делали небольшой книжек 50, наверное, все. Ценителей книг на самом деле не так много, а поклонники Волкалак берут книжки, потому что там лишний нафтограф будет. Но это тоже хорошо. Давай поговорим о экстриме. Мы уже немножечко эту тему затронули. По ходу в тайгу сплавы, выживание в дикой природе. А как выглядит твой повседневный день? Как выглядит твой быт? Ты уже сказал, что у тебя свой дом. Как это все выглядит? Ну, в повседневной жизни я обыкновенный, говорю, строитель-ремонтник. в грязной в краске в робе, то есть большей части занимаемся маляркой, штукатуркой. Но я, почему я живу за городом? Меня напрягает город, он меня напрягал всегда. Но я родился и вырос за городом. Всю жизнь прожил в махоньком военном городке, отец у меня военный. Рядом лес, рядом речка. Я не горожанин. Хотя, ну, я как бы жил в квартире, да, но это маленькие закрытые городочки, совсем не то, это другой климат именно такой духовный. И я долгое время, да, помаявшись по съемным квартирам в городах, когда появилась возможность, купил землю и построил дом. За городом, это рядом, то есть, ну, по нашим болгейщинским меркам, я до центра города добираюсь полчаса. Но это для ваших регионов это вообще, можно сказать, я в центре живу. Но это уже лес, это уже лес, такой хороший и сосновый. Это озеро, ну, оно водохранилище искусственное, я рыбалкой занимаюсь, сейчас весна, удочка, и куда. Теперь 500 метров от меня. Ну, природа, лисы приходят, прям до двора доходят, пазаны летают, птички поют. То есть, там я себя чувствую у себя, у себя на месте, да, это моя эзотерическая зона. Я нахожусь там. А в городе езжу работать, ну, зарабатывать деньги для существования. Пока что в нашей пирамидальной системе приходится жить так. и плюс еще дети, которым тоже нужно что-то оставить, вот стараемся. Ратибор сейчас переехал ко мне, старший пока с матерью живет. Ратибор живет со мной, мы сейчас вдвоем уже, то я один жил, сейчас мы вдвоем, два хозяина дома, тянем нормально вместе. вот вернулись только с зимнего похода, ездили с четвертого по шестой, двумя ночевками туда в тайгу. Вот отлично все. Вот в повседневной жизни я такой. Понял. У тебя что-то картинка зависла. Ну ладно, уже так договорим. А сейчас, у меня вроде, нормально сейчас? Да? Ну вот, у меня зависло, ладно. Можно ли сказать, что ты живешь между двух миров? Первый мир, это мир интернетов, QR-кодов и бытовой жизни, а второй, как раз таки, мир природы, дикой природы, общение с единомышленниками. Или для тебя этот мир един? Да, вопрос на самом деле очень серьезный. Я, наверное, все-таки живу в между мире. Я очень часто говорю, что я нахожусь в между мире. Не зря, да, я ношу, ну, моя символика, да, я всем объясняю, кто в каком треугольничке находится, я вот между нахожусь. Я живу там, да, я живу лесом. И чем становлюсь старше, тем меня забирает тайга. У меня уже есть проект, да, в глухой деревеньке купить домик. Уже все, и деревенька есть, и домик присмотрен. Весной я уже туда еду. И когда я уже буду видеть, что мои сыновья стали самостоятельными и взрослыми, я оставлю все им здесь и уеду туда. Я хочу, я хочу посвятить остаток, ну, если Боги позволят, остаток своих дней здесь на земле, именно в природе. когда я здесь всегда делаю дела, как Лев Толстой, как Доброслав, жить вот в природе, так вот она, речка красивейшая, вот она, птичка. Для моего духа это как мед на душе. А город, это суета, да, это, ну, трудиться, пока приходится вот так. Поэтому я все-таки, наверное, нахожусь в междунах. Для меня это два разных мира, я их для себя четко разграничиваю. Есть человейник, есть природа. То есть, ну, вот так вот. Как-то это, это мое видение, опять же. По каким принципам ты воспитываешь своих сыновей? Ну, в принципе, закладывались с самого раннего действия. Другое дело, что они долгое время жили с матерью, ну, и продолжают жить, там, развод. Но, если старше, у меня более такой домашний, такой, вот сейчас техниками учится, 18 лет, да. Ну, они же дети разные, он более такой домашний. Не шибко он любитель, как мы, там, по лесам лазить. Вот. То он младше, он вот пошел в меня. В свои 16 он уже, у него два сплава уже, позднее, ну, то есть, у него два зимних похода, в минус 30, сейчас вот, минус 40. То есть, вот, ну, 16 лет для парня, то есть, дома там висит груша, работает над собой, читает умные книжки, то есть, слушает музыку такую же, как и я. То есть, свои функции музыкальные, предпочтения, да. Ну, старшего тоже. Они, они интересно сейчас слушают, у них нет такого, как у нас, мы, наверное, узколобие, чем они. они слушают все. У нас было конкретно, вот я вот слушаю все, рэперы и... Они слушают все, и причем я среди их творчества нахожу столько интересных, но они меня вот сейчас приучили слушать тоже все подряд, я стал слушать такие нетрадиционные стили вообще, в которых нахожу для себя такие тоже интересные вещи. То есть, у детей тоже, младшего поколения, нужно многому учиться, их учить. Друг у друга учимся. Вот. Поэтому он закладывал, конечно, я вот основы вот такие, да, это вот, что в моем мировоззрении мужчина должен всегда себя швырять. Это вот в книжке у меня про это написано. Всегда себя за волосы брать и искусственно заставлять идти куда-то, в какой-то поход, путь, путь. Вот для варяга главное это путь в жизни. Идти. Не важно, главное идти. Ну, а там что будет? Это вот, ну, это моя позиция, варяжская позиция, волкалаковская. Их вот туда настраивал, что, ну, старший не пошел по этой линии, малой пошел. Еще есть маленькая, но она вообще черти где сейчас живет. Ну, будем надеяться, что тоже вырастет прекрасной девой северная. Ну, как повезет. Дети разные. А музыкальное будущее ты видишь у сыновей, у детей? Ну, ни один, ни второй, конкретно музыкой не занимается. Как говорят, природа на детях отдыхает, наверное, это вот в моем, в моем случае. У Ротибора есть желание, у младшего, ну, вроде заняться барабанами. Сейчас, если волк, все-таки будем репетировать, я думаю, Рома с удовольствием ему покажет и азы, потому что Рома очень хороший барабанщик, скоростник, и думаю, это будет хорошо, если будет Рома ему прямо на репетициях, на репетициях наших, ему будет очевиднее, что будет с чего начать. Теперь же живем в своем доме, если будет дикое желание конкретно потом продолжить, то можем кухню домой принести, там у него в комнате поставить, пусть долго занимается. Я не принуждаю ни к чему детей, никогда. Выбор всегда за ними. Я могу посоветовать, хочешь вот этим заниматься, хочу, давай помогу, не хочешь, не занимайся. Всегда нужно давать право ребенку, уже с детства ребенок должен сам решать, чем ему заниматься. Ему жить не надо, это только помогает. Последний на сегодня вопрос, у меня он традиционный, и я его задаю абсолютно всем. Максимально свободный ответ, продолжив фразу, сверхчеловек это. Ого-го. О, сверхчеловек это Бог. Наверное, все. Ну, просто так, если продолжить мысль, почему Бог, ну, сверхчеловеком нужно стать не физически, а ментально. Вот, эволюция души, это я всем эзотерикам, вот, шарлатанам или настоящим всегда говорю, главное, это эволюция души. Не может человек стоять в точке ноль. Мы просто обязаны меняться всю жизнь. И когда некоторые люди говорят, я остался таким, как был, мне охотно сказать, парень, не стоит этим гордиться, ты никуда не ушел, ни к чему не пришел. Поэтому Бог, да, сверхчеловек, нам, наши создатели, творец заложил это. Хочешь стать высоким, да, как одно из имен Один высокий, стремись к высокому, стремись стать таким, как он, и тогда ты станешь сверхчеловек. Так, наверное. Спасибо большое. Отлично, Давно, давно мечтали, ну, так вот, я-то слышал, что ты давно тоже хотел, ну, что-то же не получалось, не получалось, сейчас, пришло, видимо, время. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Активней, товарищи, активней. Бегущий ведущий.